Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Линар, ведущий научный сотрудник с телехозотдела научно-бедреннического предприятия «Башенком». Представлю вам моего собеседника Татьяну Николаеву Кузнецову, главного научного сотрудника биолаборатории научно-бедреннического предприятия «Башенком». Здравствуйте! Сегодня многих агрономов волнует вопрос о снижении биологической активности почвы, в результате чего мы замечаем понижение интенсивности разложения растительных остатков в почве, накопление патогенов и вредителей, в частности, на растительных остатках. Татьяна Николаевна, первый вопрос у агроном связан с применением химических препаратов по защите растений. Влияет ли это на бактерии, живущие в почве? Если да, то как? Конечно. Сейчас уже не применяются семена, не обработанные химическими фунгицидами. То есть уже на поверхность семени наносится химический фунгицид, иногда наносится еще и минеральное удобрение. То есть семечка попадает в почву, уже неся на своей поверхности много химических элементов. Правильно? Попадая в почву, значит, почвенной влаги, эти все вещества растворяются и окружают семечко плотным кольцом, фунгицидов, которые нанесены на семечко, и минеральных удобрений, которыми семечко растение должно питаться, ну и вегетирующие из него растения. Естественно, вот эта вся химия оказывает существенное влияние на ту микрофлору, которая существует в почве. Особенно большое действие могут оказать химические фунгициды. Слово фунгицид означает, что это химические вещества, которые нарушают жизнедеятельность грибов, подавляют жизнедеятельность грибов или полностью уничтожают. Рассчитаны они на то, что они будут подавлять жизнедеятельность фитопатогенных грибов, такие как фузариум, гельмин, гельминтоспориум, фузариум. Но избирательности такой они не обладают. Поэтому наряду с патогенными грибами, фитопатогенными грибами, они подавляют еще те полезные грибы, которые должны существовать в почве. Вот один из наиполезнейших грибов почвенных – это триходерма. Потому что на триходерме в почве лежат несколько функций. Одна из них – это то, что она является почвообразующим грибом, то есть она структуру почвы улучшает. А вторая важная функция – это то, что она обладает фунгицидной активностью. То есть она сама по себе должна подавлять жизнедеятельность фитопатогенных грибов, вступая с ними в антагонетические отношения. И третья функция очень важная – то, что она улучшает питание растений. Потому что без микробной подоплеки, то есть без микробного перевода питательных компонентов почвы в ту форму, которая усваивается легко растением, растение питаться не может. Понимаете, той минеральной или органикой, которой существует в почве, обязательная прослойка должна быть микробной. Только в этом случае эти питательные компоненты будут растениям усваиваться. Ну и еще одна очень важная функция у триходермы – то, что она обладает большой продукцией биологически активных веществ, очень полезных для растения, такие как витамины, гормоны роста, рост стимулятора и так далее. И вот когда нам привозят образцы почвы из разных регионов России, мы видим, что триходермы… Мы с трудом можем обнаружить аборигенную триходерму. То есть количество триходермы в почвенных образцах очень маленькое. И вот это, я считаю, основное неблагоприятное последствие применения химических фунгицидов. Химических фунгицидов тех, кто убивает грибы, потому что триходерма тоже попадает под сферу их влияния. Так что вы правы, микробная ферментативная активность почвы снижается. Поэтому растительные осадки, которые попадают в почву и которые должны переработать, в том числе и триходермы, они остаются непереработанными. То есть триходермы в почве или очень мало, или ее вообще нет. Татьяна Николаевна, а сохраняются ли те свойства полезные по разложению растительных остатков триходермы в вашей, получается, препаратах? Да, такой вопрос нам часто задают, потому что есть понятие аборигенных штаммов. Это те штаммы, которые существуют в почве, с которыми, конечно, мы работаем и выделяем их постоянно из разных почв, когда нам это удается. А затем, когда мы триходерму выделяем, она, допустим, является аборигенной, а потом мы доводим ее до производственного штамма. Понятно, что аборигенную триходерму, которую мы только-только получили из почвы, она значительно отличается от тех штаммов, которые уже используются в препарате. То есть мы называем их производственными штаммами. Чем они отличаются? Во-первых, эти штаммы, которые мы выделили из почвы, должны уметь расти и обладать способностью роста на искусственных питательных средах. Правильно? Во-вторых, они должны давать большое количество на этих средах, потому что штаммы выделяются из почвы в очень незначительном количестве. Вот на грамм почвы приходится, ну вот мы разбавляя почву, например, тетруя ее для того, чтобы выделить чистую колонию триходермы, мы обнаруживаем триходерму только в третьем-четвертом разведении. То есть получается, это очень маленькое количество клеток. Это тысяча или десять тысяч колоний на грамм почвы. Это очень незначительное количество. А в препарате она должна достигать восьмой-девятой степени. То есть достигать миллиардов или сто миллионов, допустим. Поэтому, естественно, вот этот перевод аборигенного штамма в производство занимает достаточно длительный процесс. Но самое главное, вы правильно сказали, нам нужно еще при этом, наращивая биомассу триходермы, допустим, в данном случае триходермы, мы должны думать о том, чтобы свойства, самые главные, целевые свойства, ради которых мы делаем препарат, в ней должны сохраниться. Но мы не только сохраняем этим свойствам, я вот это хочу подчеркнуть, а мы их еще и усиливаем, потому что мы добавляем в питательные среды стимулирующие подкормки. Вот, например, если нам нужно, чтобы триходерма у нас очень активно разлагала целлюлезу, мы эту целлюлезу используем в самой питательной среде. И мы, используя такие стимулирующие подкормки на все протяжении процесса культивирования, мы увеличиваем исходную целлюлезоэлитическую активность нашего аборигенного штамма триходермы в 50-100 раз. То есть, понимаете, что производственный штамм по ряду характеристик отличается от аборигенного штамма не только по биомасе, то есть по количеству клеток в 1 мл препарата, но еще и по целевым характеристикам. Если же нам нужно получить фунгицидную высокоактивность штамма именно к определенным видам патогенов, то это тоже достигается тем, что мы ведем селекцию для того, чтобы наша триходерма как можно более активно подавляла фитопатоген. Понимаете? И поэтому антагенетическая активность тоже усиливается. В зависимости от того, какие задачи перед препаратом у нас ставятся. А как будет работать триходерма в различных географических зонах нашего климата? Потому что наши поля растираются от Кубани до Преамурья. Да, мне вопрос этот тоже понятен, потому что вопросы такие часто нам тоже задаются, потому что некоторые считают, что на разных почвах препарат может работать по-разному. Это зависит как от состава почвы, от ее питательности, и также от того климата, в котором эта почва культивируется. Я хочу сказать, что здесь работает универсальность биологических законов. То есть препарат, который мы создаем, достаточно универсален. То есть он действует в очень широком диапазоне как климата, так и почвы. Вот посмотрите, когда мы создаем препарат, мы, естественно, всегда его испытываем. У нас проводятся испытания в лаборатории физиологии. И мы берем разные почвы из всех практически климатических зон нашей России. То есть мы берем и Казахстан, и берем Краснодарский, и Край Ростовской области, и берем Северные области, и Урал, и Западную Сибирь. То есть мы берем почвы разного состава и разных климатических зон. И проверяем эффективность препарата. Эффективность в среднем одинакова. То есть у нас препарат все-таки обладает, я считаю, универсальностью, потому что он может работать в разных климатических зонах и на разных типах почвы. Это очень важно. Но есть, вы знаете, экстремальные зоны. Например, есть зоны Дальнего Севера, где, значит, там понятно, что практически почва очень сильно отличается от всей почвы России. Вот для них уже делаются собственные штаммы и собственные препараты. Но я говорю, что это только для очень таких вот отличающихся от среднестатистических почв их климата. Там уже мы делаем препараты, которые, значит, мы выделяем штаммы, которые обладают вот именно высокой стрессовостью, то есть способностью выдерживать высокие стрессы, как низких температур, так и высоких температур, так и низких температур. Понимаете? И то же самое мы делаем, когда у нас идет очень сильная засуха, то есть очень мало влаги. Тогда мы тоже делаем стрессоустойчивые штаммы. Такую работу мы тоже проводим. Но это уже специальная работа для специальных почв. А вот те препараты, которые идут на всю Россию, практически на всю Россию, они достаточно универсальны. Из вашего ответа, как мы поняли, триходерма обладает такой универсальностью. Универсальность. Да. У агрономов возникает естественный вопрос. Какие должны быть погодные условия, чтобы применять, вносить микробиологические препараты для разложения растительных остатков, влияния влажности и температуры? Эти два параметра, как влажность и температура, конечно, для всех микробиологических препаратов имеют очень большое значение. Но, знаете, есть такая вот интересная особенность. Вообще у бактериальной клетки, у микробной клетки грибы туда тоже относятся, к микроорганизму. Значит, когда микроорганизмы мобилизуются и мобилизуются на каких-то твердых частицах, например, солома та же самая, да? Солома – это полисахаридная цепочка, на которой хорошо сорбируется наша триходерма. Как только она сорбируется на частицах почвы, на частицах угля, на частицах растительных остатков, она приобретает повышенную устойчивость. То есть одно дело, когда триходерма плавает просто в какой-то жидкости, ни к чему не прикрепленная, она, конечно, обладает меньшей устойчивостью вот к этим неблагоприятным температурным погодным условиям. Но как только она сорбировалась, у ней мембрана стабилизировалась, то уже к погодным условиям она, конечно, уже более становится устойчивой. У нас вот триходермы, мы проверяли опыты, ставили в разных условиях, и температуры разные, и влажности. И вот могу сказать, что она уже начинает работать, триходерма, при температуре холодильника, то есть плюс 4, плюс 6 градусов. Она уже начинает разлагать остатки. Естественно, процесс этот более длительный, когда температура оптимальна. Это 14-16 градусов или там 20 градусов. Там идет процесс просто быстрее. И то же самое, что касается влаги. Влага, вы знаете, ведь тоже даже в самые засушливые периоды, или там когда влаги очень мало, все равно есть конденсированная влага, которая конденсируется за счет разницы температур на почве и в воздухе. То есть конденсированная влага всегда существует. Поэтому как бы вот такой проблем особенной по наличию влаги и по плюсовым температурам как бы даже не стоит. То есть процесс может идти медленнее, но он идет. И кроме того, имейте в виду, что помимо живых микробных клеток, в любом нашем препарате содержатся метаболиты. Метаболиты, которые клетка микробная нарабатывает в процессе культивирования. Это уже готовые химические вещества, готовые ферменты. И они начинают работать сразу. Понимаете, им не надо нарабатываться по вегетации самого микроорганизма. Они начинают работать сразу, как только попадают на тот объект, который является для них субстратом. Поэтому, в общем-то, я вот еще раз подчеркну, что заместиваясь от влаги и температуры, препарат может работать медленнее, но он работает. Понимаете? Татьяна Николаевна, тогда из этого вашего рассказа вытекает такой вопрос. Как хранится наша культура триходерма в самом препарате? И, как известно, препарат нашего компания, выпускающая стерня 12, она состоит из комплекса микроорганизмов, в том числе и триходерма. Как они уживаются друг с другом? Расскажите о особенности нашего препарата и о сохранении культуры. Вот, значит, тоже я хочу подчеркнуть, что такую одну важную вещь, что препарат, он содержит не микроорганизмы в воде, а он содержит микроорганизмы в культуральной жидкости. В культуральной жидкости. И вот вопросы такие часто задают. У вас же споровая культура, например, триходерма в споровой форме, бацилла у нас в споровой форме содержится. Они говорят, что не могут ли они в жидкой форме прорастать, то есть образовывать вегетативные клетки и погибать, потому что нет подходящих условий для их выживания. И вот я тоже все время стараюсь объяснить, что поймите, что вот эта культуральная жидкость, она содержит ингибиторы прорастания спора. То есть поэтому культура и переходит в спору, потому что накапливаются специфические метаболиты, которые заставляют по мере расходования питательных компонентов питательной среды переходить ей в состояние покоя, то есть споровую форму. Что триходерму, что бациллу, они содержатся в споровой форме, и метаболиты не дают возможности этим спорам в препарате прорастать. Но как только мы препарат разводим до рабочей концентрации, концентрация этих метаболитов снижается, и клетки начинают прорастать, правильно, переходить в вегетативную форму, как клетки бацилл, сенной палочки, так и клетки триходермы. То есть получается, что все вот эти взаимодействия основные начинаются, когда мы разводим препарат до рабочей концентрации. И при хранении препарата они друг на друга никакого действия не оказывают, потому что они находятся в защитной форме, в своей защитной форме, в споровой форме. Понимаете? И вот поэтому мы говорим, что требования к рабочему разведению препарата мы прописываем, что препарат может храниться в рабочем разведении, допустим, сутки, трое суток, неделю, там где как, до разных препаратов временные интервалы разные. Но это касается уже рабочего разведения раствора. А в концентрированном растворе, я еще раз подчеркиваю, что они находятся в строго споровой форме и друг на друга влияния не оказывают. Хорошо. И вот сельхозтоваропроизводителя, возникает такой вопрос у него. На рынке представлено очень много различных препаратов, разлагающихся тельня, в том числе в составе прописываются различные виды триходермы. Как вы прокомментируете вот этот вопрос нашей аграрии? Как выбрать наиболее эффективный штамп? Ну, смотрите, значит, конечно, триходермы – это очень большой ровно. Там много очень видов есть, да? Они, в принципе, все обладают сходными свойствами. То есть фунгицидными свойствами, те, которые используют производственники в своих препаратах. И они обладают целлюлезолитической активностью, способностью разлагать вот эту самую стерню. Но есть виды, которые вырабатывают больше антибиотических фунгицидных веществ. Есть виды, которые больше вырабатывают целлюлезолитических свойств. Кроме того, эти свойства и те, и другие можно усилить по мере производства препарата. Поэтому всегда прописывается, для чего используется этот препарат. Понимаете? Вот пишут, например, триходерми, например, фунгицид. Значит, все-таки у него будет и целлюлезолитическая активность. Но главное направление, в котором применяется препарат, это сельхозники увидят, что там написано фунгицид. Это главные его свойства. Значит, эти свойства у него повышены. Может быть, за счет снижения целлюлезолитической активности. Если же пишут, что препарат применяется триходерми для разложения стерни, значит, у нее уже повышены целлюлезолитические активности. Фунгицидные свойства при этом остаются. Может быть, они будут снижены. Понимаете? Вот поэтому так. Я говорю, человек занимается физической и умственной работой. Если он предпочитает физическую работу, умственные способности у него будут, наверное, все-таки немножко снижаться. Вот тут то же самое происходит с аштамами. Спасибо вам, Татьяна Николаевна, за столь полной и очень полезную информацию. Предположу, что наши аграрии будут рады видеть вас еще. Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.